Всем привет! В эфире канал ОТС Мировые Новости в студии Дмитрий Белькевич. И через несколько секунд расскажу вам много интересного о событиях, людях и курьезах, произошедших в разных странах мира. Вот что мы подготовили для вас сегодня. В Пенсильвании двое рабочих упали в чан с горячим шоколадом. Как их спасали? В прошлом году мы были здесь, все было нормально. Эвакуироваться не пришлось. Так что сейчас пожар более серьезный. Лесной пожар разбушевался на юге Испании. Сколько местных жителей могут лишиться крова? Сегодня мы забираем последних трех самых крупных тигров-самцов и очень большого гималайского медведя. Тайский бизнес страдает из-за спада турпотока. Есть ли шансы выжить и сохранить инфраструктуру? Несчастный случай произошел на шоколадной фабрике в Штатах. Подробности необычного происшествия прямо сейчас. Два шоколадных батончика вместо сотрудников достали из чана с расплавленным шоколадом с фабрики «Марский МНДМ» в Пенсильвании. По данным службы 911, два сотрудника предприятия каким-то невероятным образом упали в бак для плавки сырья. Чтобы их достать, пришлось проделать отверстия в боковой части конструкции. Пострадавших госпитализировали. Степень тяжести травм не сообщается. Что и говорить, тает во рту, а не в руках. Сотни пожарных и десятки единиц авиатехники задействованы на тушении лесного пожара на юге Испании. Местных жителей приходится эвакуировать. Почему огнеборцам не удается справиться с огнём, расскажем в следующем материале. Жители городка Бенаавис на юге Испании вынуждены эвакуироваться из-за лесного пожара. Он начался на горе Пухера и охватил склоны. Огромный столб дыма видно за много километров. Бенаавис находится недалеко от Малаги. Нам сказали, что очень важно эвакуироваться, поэтому идём домой за вещами, потом уезжаем. Смогут ли с нами связаться этой ночью, вернёмся ли мы сюда ещё, подождём и посмотрим. Порывы ветра до 40 километров в час заставляют пламя распространяться со скоростью 30 метров в минуту. В предыдущий раз сильные пожары полыхали в Андалусии в сентябре прошлого года. Но в этой местности эвакуации не было. В прошлом году мы были здесь, всё было нормально. Эвакуироваться не пришлось. Так что сейчас пожар более серьёзный. В борьбе с огнём задействовано 140 пожарных и 15 самолётов. Для помощи людям в эвакуации также направили военных. Тяжела и неказиста жизнь простого журналиста. Особенно если ты фрилансер и связался с неважной компанией. В Бразилии пропал сотрудник англоязычного СМИ, который отправился с крупным чиновником джунгли. Могут ли убить обоих или мужчины просто заблудились? Смотрите. В бразильских амазонских лесах продолжают искать двоих людей. Пропали британский журналист и местный эксперт по джунглям. Дом Филлипс фрилансер, который пишет для Guardian, Washington Post и других изданий. В последний раз его видели в минувшие выходные с бывшим высокопоставленным чиновником Федерального агентства коренных народов Фунай Бруно Перейрой. Они работали над новой книгой, посвящённой коренным народам. В последнее время в их адрес звучали угрозы со стороны местных браконьеров. Как говорят свидетели, заблудиться мужчины не могли, поскольку очень хорошо ориентировались в местности. Так дом прожил в Бразилии последние 10 лет. Власти направили в джунгли военных и полицию. Они прочёсывают обширный заповедник, площадь которого превышает размер Австрии. Сейчас мы расследуем, связано ли это исчезновение с преступными действиями. Впрочем, местные правозащитники критикуют силы безопасности за то, что они слишком долго развертывали поисковые группы. Плохая реакция власти принесла много страданий родственникам, друзьям и тем, кто неустанно борется за защиту лесов Амазонки. Бразильские власти срочно должны активизировать поиски пропавших. Бразильская полиция уже арестовала мужчину по обвинению в хранении оружия. Но пока нет доказательств, что он связан с исчезновением. При этом в среду бывшая звезда футбола Пеле опубликовал в Твиттере сообщение о том, что его беспокоит это дело и что он призывает бразильское правительство активизировать поиски. Следующая информация будет крайне полезна новосибирским дорожникам, которые на протяжении нескольких месяцев не могут справиться с объёмом ремонта магистрали и улиц города. Индия побила рекорд Гиннесса по самому быстрому строительству дорог. Индия вошла в книгу Гиннесса как рекордсмен по самому быстрому строительству дорог. Это достижение зарегистрировали в штате Махараштра. Там всего за пять дней проложили одну полосу автомагистрали длиной 75 километров. Если точнее, строительство шло 105 часов и 33 минуты. Министерство автомобильного транспорта Индии установило рекорд Гиннесса в честь Дня независимости страны. Этот отрезок дороги – часть национального шоссе. Он соединил города Амравати и Акола. В строительстве участвовали 720 рабочих, включая команду независимых консультантов. Они работали днём и ночью. В Индии находится вторая по величине сеть дорог в мире. Раньше их строительство и ремонт часто откладывали. Это было вызвано бюрократической волокитой, недостатком финансирования и трудностями с приобретением земли. Такая ситуация отпугивала инвесторов и замедляла перевозку товаров и людей. Предыдущий рекорд по самому быстрому строительству дороги принадлежит Катару. Там в 2019 году за 10 дней проложили участок скоростной автомагистрали длиной более 25 километров. Летать нельзя, мечтать можно. В Новосибирске открылась выставка «Стране изумрудного Будды», посвященная юбилею дипотношений между Россией и Таиландом. В числе экспонатов – произведения художественного и декоративно-прикладного искусства. Авторы – отечественные таланты, которые отправлялись в Таиланд в творческие командировки. Всего в стенах Новосибирского художественного музея около 150 экспонатов проработает выставка до 10 июля. Организаторы считают, что она позволит новосибирцам узнать об этой азиатской стране немного больше того, что написано в туристических каталогах. Я искренне желаю, чтобы между русскими и гражданами Таиланда установилось четкое взаимопонимание и дружба сквозь искусство, культуру, национальную кухню, спорт и, очевидно, бизнес. Я уверен, что бы ни случилось, дружба между нашими двумя странами будет вечной. Тем временем в Таиланде загибается туристический бизнес. Пандемия привела к резкому сокращению количества путешественников. Собственно, выручки у бизнеса нет. В итоге многие предприятия, существовавшие за счет туристов, попросту не вывозят и закрываются. К примеру, пострадал зоопарк. Три тигра и гималайский медведь – последние обитатели зоопарка в Пхукете в Таиланде. Сейчас настал и их черёд покинуть вольеры, где они прожили много лет. Животных забирают сотрудники местной благотворительной организации. Этот зоопарк проработал более двух десятилетий и считался неплохим. Однако пандемия остановила поток туристов, и зоопарк не выжил. «Вольеры здесь очень маленькие. Они стали грязными, и у зоопарка не было денег на то, чтобы кормить животных и ухаживать за ними должным образом». Руководство зоопарка было вынуждено обратиться в фонд друзей дикой природы Таиланда. За несколько месяцев его сотрудники вывезли восемь тигров и медведя. «Сегодня мы забираем последних, трёх самых крупных тигров-самцов и очень большого гималайского медведя». Хищников отвезут в Центр спасения в провинции Пхетбурри в центральной части страны. Это примерно в десяти часах езды на машине от Пхукета. «Там их разместят в больших вольерах, в более естественной среде, и уход за животными будет намного лучше». Специалисты говорят, что хищников уже нельзя вернуть в дикую природу. Все они старые. А тиграм в любом случае трудно приспособиться к самостоятельной жизни после неволи. До пандемии вклад туристического сектора в экономику Таиланда достигал 12%. Коронавирусные ограничения больно ударили по всей сфере туризма. В прошлом году в стране побывало менее полумиллиона путешественников. В первой половине этого года здесь уже приняли миллион туристов. Ожидается, что до конца декабря Таиланд посетят более пяти миллионов зарубежных гостей. На этом у меня все. Смотрите мировые новости в эфире канал УТС и читайте в нашем телеграм-канале все явки и пароли на ваших экранах. Ну а я, Дмитрий Белькевич, прощаюсь с вами. Пока. Субтитры подогнал «Симон»